Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня поговорим об очередном ноже, который был предоставлен для обзора в новосибирском магазине ножей Клинок. Будет это сегодня такой уже практически раритетный нож от швейцарской компании Венгер, которая больше не существует. Называется этот многопредметный нож Biker 37. Такая вот венгерская коробочка. Все это, видимо, теперь уже большой раритет. Но, тем не менее, ввиду довольно специфического назначения этого многопредметного ножа, его еще пока достаточно легко купить, если он зачем-нибудь вам нужен. Я хочу сразу сказать, что обзор для меня лично будет довольно-таки трудным, ввиду того, что я лично, ну так скажем, с велосипедами постоянно дела не имею. Поэтому давайте будем говорить примерно так. Итак, я сейчас не буду перечислять назначения всех инструментов, просто потому что боюсь ошибиться, а, честно говоря, читать вот здесь инструкцию сейчас просто в кадре я не хочу. Я вам эти инструменты буду показывать. То есть, ну, те назначения, которых я какое-то минимальное знаю, я, конечно, назову, но некоторые инструменты я просто смогу показать, что это, ну, некие специфические велосипедные ключи для каких-то различных элементов конструкции именно велосипеда. Вот так вот выглядят накладки, нарисован такой велосипедик, швейцарский такой крестик, с другой стороны ничего нет. Накладки вот такие сейчас с 3D таким профилем, они используются и компанией Victorinox сейчас в производстве тех моделей, на которых они были, да и в некоторых своих новых, они их тоже стали использовать. Вот накладочки такие симпатичные. Такой довольно крупногабаритный мультитул, который, как я понимаю, призван заменить все велосипедные ключи велосипедисту. Давайте посмотрим, сколько он весит. 176 грамм, ну, не такой уж маленький, насколько я понимаю, в принципе, но, с другой стороны, если он полностью исчерпывает потребности велосипедиста, то, наверное, тут достаточно, достаточно немного он весит. Но, тем не менее, как бы понятное дело, что здесь не исключительно велосипедные, так скажем, предметы, мы сразу можем видеть, что здесь есть такая пилочка для ногтей, плюс таким вот краешком для чистки ногтей, такой вот, ну, в принципе, этим кончиком можно что-то поковырять, если это необходимо. К традиционным инструментом также относится штопор. Здесь он вполне традиционный, но, нужно сказать, что, когда я взял его в руки, хочу сказать, что, на мой взгляд, им несколько неудобно пользоваться. Штопор позиционирован по одному краю, то есть, вот, при такой толщине всего мультитула, ну, скажем так, это не самый удобный штопор, допустим, на том же Форестере, который сейчас есть в кадре, пользуется штопором будет значительно удобнее. Вот, но, тем не менее, зато им можно вообще как-нибудь пользоваться, в отличие от того, когда у вас его, в принципе, нет. Хотя, конечно, вино с велосипедными походами, ну, лично для меня не очень сочетается, ну, да ладно, я бы сюда отвертку, наверное, крестовую предпочел. И такая вот развертка, она, отличие, а, это даже не развертка, знаете, как бы, вот, тоже затруднее вам сказать, это что-то такое, это не шило, то есть, это, как бы, такое, поковыряться тоже в этом чем-то можно, но вот острой грани, как у обычной развертки, это дело не имеет. Не буду врать, почему так, потому что, не знаю, было бы любопытно, если кто-то знает, вот, сразу. Давайте поближе посмотрим, что тут еще есть. Вот такая традиционная венгеровская открывашка для консервных банок, она выглядит не так, как открывашка от Викторинокс, вот, можете видеть. Но, тоже, насколько мне известно, геометрия вполне рабочая, с другой стороны, естественно, традиционная такая же венгеровская открывашка для бутылок, совмещенная с отверткой. Ну, то, что тут все вполне понятно. Вот такой вот ключ. Шестигранник. И он вот так вот ставится в рабочее положение, и вы вполне можете вот таким вот образом им довольно мощно работать. Вот здесь как раз очень удобно его место расположения, большая рукоять, то есть, действительно, можно приложить большое усилие. Для того, чтобы сложить, достаточно просто повернуть и сложить. Видите, отверстие такое довольно большое. Вот такие вот очень удобные небольшие пассатижи. Я так понимаю, что любую гайку, которая бывает на велосипеде, вы с помощью этих пассатижей, ну, сможете как-то обхватить и потянуть, если это будет необходимо. Но они, конечно, не очень мощные, но, тем не менее, видимо, их вполне достаточно для подобной работы. Отдельно здесь вот есть такой специфический ключ, который, причем, снимается полностью. Вот так вот его можно снять. Здесь, как бы, есть несколько, видимо, подспецифические размеры некоторых велосипедных гаек для списка. Это что-то, как бы, предусмотрено всякие устройства. Все велосипедисты более подробно это знают. Вот это такой, как бы, вложенный, в общем, мультитул, так-то назовем, велосипедный ключ. Вот в моем детстве такие предметы так, примерно, назывались. И, как бы, в принципе, это он и есть. Причем, приятно, что он легко снимается, но при этом хранится, в общем-то, ну, как бы, в общем мультитуле. Так, коллеги, я хочу сказать, что нож, естественно, новый. И давно никто его не открывал. В общем, я, чтобы ногти не ломать, пожалуйста, в кадре так это все приоткрою. То есть, все это открыть вполне можно. Вот еще один, тоже специфический велосипедный ключ. Здесь даже нарисовано, как он пользуется, для специальных маленьких гаек разного размера. Вот такой вот ключик. Крестовая отвертка. Небольшая, но зато такая полноценная, так скажем. Ну, честно скажу, что предпочел бы более крупную отвертку, чтобы она была вместо штопорной на этом ноже. Ну, не менее, сделана вот так. Ну, конечно, традиционный клинок. Таких ножей компании Венгер клинки были вот примерно вот такой формы. Тоже скажу честно, так, это лучше, чем ничего. Но, конечно, резать им, допустим, продукты, ну, вообще непонятно как. То есть, это просто так, как мы имеем дело с многопредметным ножом, то все-таки здесь должен быть и нож. Ну, вот, как бы, в принципе, инструменты я, насколько понимаю, вам все показал, которые в этом ноже присутствуют. Мои общие впечатления тут, будет сказать, достаточно затруднительно, потому что мы имеем дело с таким специфическим узконишевым инструментом, поэтому мне бы было вообще любопытно мнение тех, кто ездит на велосипеде, насколько, как бы, вам бы хотелось бы иметь такую штуку, потому что я вот так, честно говоря, так понимаю, что продаются эти предметы весьма и весьма плохо. То есть, мы имеем дело с таким вот раритетом, вот. Но, тем не менее, как бы, в продажу он находится уже довольно-таки давно. Вот. Ну, не знаю, не знаю, что еще сказать. Впечатлений, честно говоря, у меня нет, потому что не пользуюсь сам такими вещами по роду своих вовлечений. Надеюсь, что вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.